Привет, бойцы! Сегодня у нас очередной обзор из разряда Чио Кунг Фу Круче. Сегодня у нас будет тайский боец, представитель Муай Тай, рубиться с представителем Вин Чунь. Все знают этот крутой супер стиль по фильмам Ип Ман. Всем хотелось также рубиться, стоять на месте, махать руками. Но, как обычно, даже внешне визуально, перейдем к нашему бою. Боец Вин Чунь на 12 килограмм тяжелее. Это очень много, это три высовых категории, это дает огромное преимущество. Но, как это все ему поможет в бою, сейчас посмотрим вместе с вами. Ну, традиционная стойка Вин Чунь, которая на тайца особо впечатления не произвела. И сразу он заходит слоу-киком. Бешеный бег прямыми ударами Вин Чунь ни к чему не приводит. Зато приводит к ответному жесткому прямому. И снова левый сбоку уже два раза зашел. И только что зашел левый сбоку локоть. Четко, хорошо, правый локоть не дошел. И сейчас Таец, бежа, догоняя, пытаясь забрать в клинч Вин Чунь, натыкается на его выставленную руку. Как бы он ее чувствует, но, конечно, это не было ударом. Это просто была выставленная рука, поэтому ничего страшного для Таеца не было. Снова дистанция, снова поиск, заход слева прямого. И локоть слева хорошо уходит. Вин Чунь, наверное, случайно. Но попадает в клинч. И тут 4-5 колен. Некоторые из них до головы дошли. Но благодаря тому, что они не были акцентированы, а скорее на количество Таец пытался засыпать ударами, поэтому не было такого жесткого попадания. Вин Чунь выставил. Но вот уже, как видите, стойка у Вин Чунь просто боксерская. Не такая, как была вначале, с выставленными ладошками. После пропущенных нескольких ударов сразу возвращаемся, что называется, к боссу. И вот 3-4 лоу-кика и бум! Правый хай-кик. Красота. Эта техника, кстати, можете взять себе на заметочку. Очень часто используется в бою, но обычно она работает с одноименной ножкой. Когда, например, ты бьешь правой ногой, там раз, два, три лоу-кика насыпаешь. Или подряд они бьются, там раз, два, три, а третий-четвертый удар летит хай-кик в голову. Это очень неожиданно. Даже только что вы видели, Вин Чунь начал опускать правую руку от левых лоу-киков. Он, понятно, что не понимает, как выставлять блоки, делать защиты. И вот еще раз. Раз! Он уже начинает правой рукой отмахиваться, выставлять ее и пропускает правый хай-кик, потому что ручки ушли вниз. Он начинает бояться и переживать за свои ноги, потому что это очень болезненно все. Особенно, когда в одну точку, там, три-четыре лоу-кика на протяжении боя насыпается. Это все очень болезненно. Ну, конечно, все зависит не от единоборств, а зависит от представителя этих единоборств. Это мы с вами уже давно выяснили. Если ты здравомышленный человек, ты это понимаешь. Но такие поединки всегда очень интересны и вызывают ажиотаж. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись этим видео с друзьями, пускай знают, что и как в этом мире. И не забудь нажать колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео первым. Забирай видеокурсы и подписывайся на мои соцсети в описании под видео. Настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok